Давайте сразу продолжим вот эту тему юридических консультаций с помощью нашей гости Кристины Никифоровым, советник президента. Тут можно было бы и закончить. Советник президента Нотариальной палаты Крымского края. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Кристина, мы сегодня будем обсуждать серьезную тему, как купить квартиру. Я так понимаю, не только в Санкт-Петербурге, можно в Москве, там в любом городе, не выезжая даже в сам город. Если вы уже присмотрели подходящий вариант, уверены, что эту квартиру можно купить, то можно спокойно из Красноярска это сделать. Как? Да, это абсолютно реально. Современные цифровые технологии довольно успешно позволяют оформлять сделки в дистанционном режиме. Для этого нужно, чтобы каждый из участников сделки обратился лично к нотариусу в пределах того населенного пункта или региона, где он сам находится. И его взаимодействие со второй стороной, которая находится у другого нотариуса в другом городе... То есть вы два нотариуса вместе начинаете сотрудничать? Два нотариуса взаимодействуют, да. И вот, получается, стороны и нотариусы взаимодействуют посредством видеоконференц-связи. В таком онлайн-режиме они согласовывают все необходимые условия сделки, приходят к договоренности, вносят все правки. И нотариусы также выполняют полный объем проверочных действий. Каждый из нотариусов абсолютно все необходимые условия соблюдает, устанавливает личность обратившегося к нему гражданина, разъясняет все правовые последствия, проверяет законы содержания сделки. И они оба, оба нотариуса наполняют этот единый проект сделки в электронном формате всеми юридически значимыми обстоятельствами, заверениями, гарантиями. И особенность такой сделки заключается в том, что каждый из ее участников подписывает и электронный экземпляр сделки при помощи специальных технических устройств. Это планшет, это простая электронная подпись гражданина, его подпись визуализируется вместе с системой. И также он подписывает и бумажный экземпляр сделки, который впоследствии остается храниться в делах нотариальной конторы. И соответственно эти нотариусы, которые удостоверяют такую сделку в дистанционном формате, они ее также подписывают. Также этот электронный документ подписывается электронной подписью, но эта подпись уже усиленная, квалифицированная. То есть это достаточно надежный и безопасный механизм удостоверения. То есть получается, видеосделка это какая-то уже реальность? Это сделка посредством видеоконференц-связи. Все-таки это покупка квартиры, вещь ответственная, их опытная. И желательно, желательно, конечно, вот, что называется, квартиру посмотреть своими глазами, пощупать своими руками. Но такой возможности, допустим, нет. Но есть человек на месте, чьему вкусу и авторитетному экспертному мнению мы доверяем. Вот этот человек как-то фигурирует во всех этих непростых юридических коллизиях и взаимоотношениях? Этот человек, он, конечно, может помочь в выборе, если мы ведем речь о выборе конкретной квартиры, о каком-то сопровожении сделки. Но дистанционный режим означает именно процесс заключения. Это уже конечная стадия, когда стороны пришли к какой-то договоренности, и они уже конкретно оговаривают предмет, условия, цену договора и расчеты, порядок исполнения и так далее. Кстати, о расчетах. Вот момент передачи денег, один из самых важных в сделках такого уровня. Как это осуществляется и какие гарантии того, что деньги окажутся у того, у кого нужно, и вот в нужный момент? Ну, расчеты между сторонами при дистанционной сделке абсолютно идентичны, как и при обычном удостоверении. Ну, за исключением разве что таких особенностей, как передача наличных денег непосредственно в нотариальной конторе, потому что стороны находятся в разных нотариальных конторах, в разных городах. А так, по сути, все то же самое. Это посредством открытия банковского счета. И отдельно здесь, конечно, следует отметить возможность более безопасного проведения расчетов между гражданами при помощи депозита нотариуса. То есть обязанная сторона может внести на депозитный публичный счет нотариуса определенную денежную сумму по договору, а нотариус уже непосредственно обязательно проверит условия выдачи или перечисления этих средств кредитору. Как условия для выдачи денежных средств второй стороне. И здесь, конечно, лучше о сроках сказать. Кстати, депозит нотариуса, эту историю мы обсуждали в первом эфире, пришли к выводу, что это сверхнадежная и абсолютно удобная форма передачи денежных средств. А в какой момент переходит собственность непосредственно юридически к новому человеку? И как это связано с передачей денег? То есть до или после? Как вот эти два? С момента непосредственно государственной регистрации перехода права собственности ко второй стороне. Это около 3-5 дней, если я не ошибаюсь. Я вам даже больше скажу, законом установлен минимальный срок по нотариально удостоверенной сделке, так как в данном случае все документы передаются же в электронном формате. Это один рабочий день со дня поступления этих документов в электронном виде. То есть сделка совершается мало того, что онлайн, еще и быстро. Да, достаточно в ускоренном режиме. Быстро, легко и безопасно. Вот что очень важно. Кристина, большое спасибо. Сейчас есть определенные интересы к движимости в других городах. Я думаю, вот эти новые формы взаимоотношений серьезно упростят людям задачу. Да, особенно если ты берешь квартиру, например, уже выбрал квартиру или квартира строится, и ты знаешь, что застройщик надежнее. В общем, когда вот эти вопросы решены, остается время для чего-то другого, допустим, для каких-то модных тенденций и течений, знакомства с которыми вас ожидает прямо сейчас.